Каждый год, несмотря на погоду, православные верующие стремятся попасть на крестный ход. Традиционно желающих помолиться вместе приходит так много, что колонна растягивается на несколько сотен метров, а движение перекрывается. В столь ранний час каждый из тех, кто посвятил этот день молитве, искренне радуется, что смог приобщиться к особому делу. Тяжело ли идти было из города? Нет, хорошо. Очень легко. С Верой идем мы. Очень понравилось нам. Вы первый раз идете? Нет, мы постоянно ходим. Из города идем с Божьей помощью. Спасибо, Господи. А вообще, вот такой праздник вы всегда встречаете в храме? Да, всегда. И уже не первый год летит крестный ход? В большой колонне люди разного возраста. Некоторые отправились в путь даже с годовалыми детьми. Особая атмосфера давала силы идти дальше, двигаться вперед, несмотря на моросящий дождь и порывистый ветер. Ой, такая красота. И погодаться до духа был, вот такой аромат был у нас, мы слышали. Да. Так что очень прекрасно. Но вообще, праздник этот в храме всегда встречаете? Всегда. Стараемся. Каждый год стараемся. Если только здоровы. Если благополучно. Пока еще, слава Богу, так, получается у нас каждый год. Ой, слава Богу. Благодарим Бога за это. В мероприятиях, посвященных празднованию памяти преподобного мученика, приняли участие архиереи из Польши, России, Украины и других епархий Беларуси. Сразу после крестного хода на территории Фанасьевского монастыря состоялась божественная литургия с молебном. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дарбокуночь, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Анастасия Ноздрин.